Добрый день, дорогие друзья. С нами на связи Кагарлицкий Борис Юрьевич. Добрый день, Борис Юрьевич. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Борис Юрьевич, огромное вам спасибо, что нашли время прокомментировать несколько основных событий, которые произошли за истекший период. О том, что вас задержали, всем известно. Вопрос, были ли предупреждения накануне, может быть, от сотрудников правоохранительных органов, или от тех, кто к ним близок, о том, что вас могут задержать, если вы не снизите, так сказать, активность свою протестную. Ну, определенные намеки доходили, конечно, но что тут поделаешь. Понимаете, дело в том, что такого рода намеки, всякий человек, который занимается какой-либо оппозиционной деятельностью в России, и более того, даже не только оппозиционный, а просто человек, который какую-то самостоятельную позицию имеет, получает, в общем, более-менее регулярно. Другой вопрос, что полиция вообще-то ко мне ломилась домой еще до задержания, просто они меня не застали дома, и один раз просто дома у меня не было, и никого не было. Второй раз они пришли слишком рано, и не стал им открывать, ну, и потом они пошли ко мне на работу в университет, в Московскую высшую школу социальных и экономических наук, и там уже, узнав расписание, кстати говоря, сотрудники не очень хотели давать им расписание, но они расписание узнали, и вот в результате пришли меня, как говорится, снимать с лекции. Меня задержали прямо у входа в университет, когда студенты уже шли на лекцию, поэтому студенты потом за мной пошли туда в ОВД и тоже как-то пытались, ну, не знаю, не столько протестовать, сколько хотя бы просто потребовать от полиции, чтобы тебе объяснили, что происходит, почему у них забрали преподавателей. Но, в общем, на мой взгляд, это такой нормальный риск, которому подвергается всякий человек в России, кто хочет иметь самостоятельную позицию, повторюсь, даже неопределительно оппозиционную. Вы ожидали, что вас задержат, Борис Юрьевич? Ну, под конец уже да. После того, как они пришли ко мне в университет в мое отсутствие и требовали расписание, я уже понимал, что они как минимум меня задержат. То есть, они имели два варианта – задержать меня и выписать какой-то штраф, и задержать меня, чтобы арестовать административно. Но они выбрали вариант административного ареста на 10 суток. Причем самое поразительное, что у суда были совершенно феноменальные обоснования, поскольку поводом для ареста служил пост в Фейсбуке, в котором было всего-то написано, по-моему, две строчки, а именно, что Сергей Левченко поддержал Валерия Рашкина. По-моему, там примерно ничего больше и не было. А дальше в качестве ссылки шла уже тоже видео история, это маленькое видео из канала Сергея Левченко, которое называется «Команда Левченко», и там Левченко тоже говорил про фальсификацию выборов и о том, что такое дело не может быть оставлено, что называется, без ответа, нужно протестовать. Вот, собственно, все. И меня обвинили в том, что этим постом я призвал людей выйти в субботу, 25 сентября, а в 14 часов на Пушкинскую площадь. Прелесть в том, что, во-первых, в тот момент, когда пост делался, конкретное время и место еще не было назначено, а во-вторых, упомянуто это в посте не было, и в речи Левченко тоже не было. Вы учтите еще 5 часов разницу между Москвой и Иркутском. Все это писалось в Иркутске, как вы понимаете. Но тут даже не это забавно, а забавно, что имеет место некий такой, я бы сказал, квази-юридический прецедент, когда доказательством вины является самообвинением. Понимаете, в чем суть? То есть меня обвиняют в том, что я призвал на этот митинг, а доказательством того, что я призвал, является то, что меня обвиняют в том, что я призвал. Это вообще, конечно. Это гениально совершенно. То есть с точки зрения прецедентного права, это совершенно феноменальная инновация в юридической науке. То есть это даже не Вышинский с его рассуждениями о том, что царицей доказательств является признание виновного. Кстати говоря, на самом деле я сейчас узнал, что похоже, что все-таки эту фразу Вышинскому приписывают, что он ее не говорил. Но неважно, уже теперь, к сожалению, к нему это прилипло. Так или иначе. Но это следующий уже шаг. То есть даже нам не нужно признание. Нам достаточно самого факта обвинения. Оно является уже само себе доказательством. И я, естественно, об этом говорил на суде. И об этом говорил адвокат. И при касации тоже в горсуде мы все это говорили. Но, естественно, судья смотрят стеклянными глазами и не реагируют. Что из себя суд представляет, Борис Юрьевич? Вот Вы сейчас столкнулись с этим. Ничего не представляет. То есть зачитывается протокол. Затем мы, естественно, высказываем свои аргументы. Объясняем, почему протокол не соответствует действительности и не соответствует фактам. Просто очевидным фактам. После чего судья удаляется на совещание. И, вернувшись после совещания с самим собой, потому что судно начнет совещать сам с собой, судья просто уходит в комнату и либо совещается с телефоном, либо с электронной почтой совещается, либо с собственной совестью. Последняя маловероятна, поскольку я ее как-то не заметил. Но в любом случае после этого судья приходит и такой противной скороговоркой, причем какая-то совершенно ужасная противность скороговоркой, зачитывает протокол, уже решение суда. И вот тут самое важное, когда ты зачитываешь решение суда, поскольку зачитывает, например, так, да нет, решение суда готов, сколько я горлит кого-то... Вот, зачитывают, ну, времени у них мало, им нужно очень много приговоров выписать за короткий срок. И вот тут самое главное, уловить тот момент, когда все-таки скажут, в чем тебя обвиняют, и главное, к чему тебя приговорили. Вот это вот самое трудное, потому что вот это... Вот, и вот в этот момент уже поймать, вот что же, собственно говоря, будет дальше. Ужас какой-то. Ну, и, собственно, после этого, как-то, так сказать, напрягая слух, ты понимаешь, что тебя отправляют на 10 суток, ну, и отправляешься на 10 суток. Вот, собственно говоря, и вся история. Как вообще себя ведут сотрудники полиции по отношению к политическим заключенным? Ну, вот тут разные истории, потому что непосредственно задержание проводили какие-то очень мрачные люди. По всей видимости, это был центр Э, во всяком случае, у меня было такое ощущение. Ну, они представляются, конечно, ну, понимаете, когда вам в нос суют эту вот корочку, тем более в темноте уже в 7 часов вечера, то как-то ее внимательно вычитывать нет времени и возможности. Единственное, можно удостоверить, что корочка подлинная, ну, или, по крайней мере, выглядит как подлинная. И они держались довольно жестко. Причем я сначала сказал, ну, давайте, хорошо, забирайте меня, только сначала я лекцию должен прочитать. Студенты пришли. В общем, мы долго с ним... О марксизме. Да, естественно, да. Это была вводная лекция к курсу марксизма. Вот. И они, естественно, отказались идти слушать лекцию. Ну, а тут была еще проблема, что собирался подойти Сергей Левченко, только что избранный депутат Госдумы, и там со мной еще был Сергей Ерохов, тоже адвокат. Известный, кстати, адвокат. И, ну, я честно скажу, я, зная, что такие события возможны, я пригласил их обоих послушать мою лекцию. Но Ерохов подошел вовремя, а Левченко немножко задерживался, ну, и поэтому я очень долго, медленно отменял лекцию. То есть, я звонил в учебную часть, обсуждал какие-то детали, связанные с отменой лекции, ну, в это время подошел. Полицейские терпеливо ждали? Нетерпеливо ждали, а наоборот, как-то очень нетерпеливо ждали, но все-таки надо признать, что ждали. Ну, по крайней мере, не тащили меня физически. И потом в этот момент как раз подошел Сергей Левченко, ему сказали что-то вроде типа, а вы кто такой? Сказал, я депутат Государственной Думы немножечко. Вот, ну, как-то вот, кстати, до них это не произвело очень сильное впечатление, но к моему изумлению, да. Вот, но они все равно, в общем, довольно быстро меня уже увезли. Вот, а дальше как раз уже по-другому, потому что в отделении полиции и непосредственно в изоляторе люди вели себя очень вежливо, причем, ну, мне кажется, даже с определенной долей сочувствия, по крайней мере, на эмоциональном уровне. Причем, в общем, все время шли навстречу, как-то очень доброжелательно общались, и мне понравилась особенно фраза, когда меня уже сначала ночевать уводили в отделение, потому что до суда, естественно, я должен там находиться. Мне сказали, мы, Мария Сергеевич, вам найдем лучшую камеру и самый мягкий матрас. О, Боже. Так что, в этом не было ни доли юмора, это было абсолютно всерьез. Правда, лучшая камера оказалась, так называемым, аквариумом. То есть, единственное достоинство было, что там никого, кроме меня, не было. Но там и стен не было, там были просто стекла зарешетчатые. Зато можно было наблюдать жизнеделение ночью. Это было тоже очень поучительно. Начиная с того, что я видел, как туда приводили алкаша, который потом не хотел уходить из отделения и хотел там остаться. Есть такие, да? Да, да. Главная проблема была не привести задержанного, наоборот, от него избавиться. И это было довольно трудно, потому что... Он не догадался крикнуть свободу Навальному? Нет, нет, нет. Алкаш совершенно был не про это. Потом была драка между киргизмом и тремя таджиками. Которую бросились разнимать два подвыпивших русских парня. В результате чего драка разрослась еще больше. Прибежали два полицейских, которые бросились разнимать уже вот эту драку. В результате чего она разрослась еще больше. Там крик, шум. Потом прибежала женщина, которая была у них дежурным уже по отделению на ночь. И так накричала на них, что они драться перестали. И как-то все случилось. Правда, потом был крик и шум уже на уровне скандала. Такой вот, скорее, больше похожий на скандал в коммунальной квартире. Но уже немножко в другом стиле. Все-таки женщины должны управлять процессами в определенные моменты. Да, да, да. Совершенно верно. То есть, это вообще все было очень поучительное. Ну, такие вот жанровые сценки. Вот. Ну, потом меня привезли уже в изолятор. Это было, кстати, на второй день. Потому что в первый день они не смогли меня сюда привезти. Потому что мест не было. Потому что все было упаковано доверху. В конце концов, меня доставили в хорошоом дневнике. Или в дневнике 6 адрес. И там тоже было все очень вежливо, очень доброжелательно. Водитель мне по дороге так с гордостью сказал, я самого Навального возил. Знаете, не хры-мухры, так сказать. Никто попало. Ничего себе. Ну, и опять же, в самом изоляторе, вообще вам честно скажу, там нравы очень-очень гуманные. Более того, там довольно прилично кормят. Но я не скажу, что многое обрискал, кормят весьма умеренно. И вы понимаете, что у них бюджет крошечный на это кормление. Но вот я думал, что дадут какую-нибудь жуткую баланду. Нет, ничего подобного. Это было вполне съедобно. И, ну, можете мне поверить, потому что у меня уже был опыт. Да-да-да. И, собственно говоря, главная проблема, особенно с возрастом, возникает в таких местах, именно вот чем тебя будут кормить. Потому что какие-то вещи, ну, просто, что называется, в горло не лезут. Ну, нет, там было все вполне благопристойно. Ну, надо учитывать, что перед этим я, скажем, в отделении просто не ел. Они сами сказали, что у нас еда настолько ужасная, что мы вас кормить не будем, нам стыдно давать им такую еду. Поэтому я просто не ел. И, в общем, ну как, люди сидят по камерам. Есть камеры такие, в общем-то, не очень благопристойные, там всякие наркоманы сидят. Есть камеры, где сидят бытовики. А водовики, ну, это, например, езда в пьяном виде. А езда в пьяном виде бывает, ну, например, то, что человек пошел с друзьями в ресторан и вот решил все-таки вернуться домой, выпив пару рюмок водки или даже одну рюмку водки. Ну, вот все-таки рискнул проехать на машине до дома и вот попал. Да, то есть, ну, никак не криминальный элемент, совершенно обычный гражданин, но совершил ошибку. До этого раз 20 так ездил, от дома до ресторана. Да, на 21 раз не повезло. Не повезло, да. Вот, и с такими людьми просто можно было вести всякие очень умные беседы, поскольку они тоже вполне были расположены обсуждать все, что происходит. Ну, и были политические. Вот как раз об этом хотел спросить Борис Юрьевич. Ну, я вам хочу сказать, что, кстати говоря, политические старались держать в лучших камерах. Это реальный факт. В общем-то, ну, там, где сидели политические, было как минимум чище значительно, сама камера. Ну, и, в общем, нет, все было вполне достойно. Но я не хочу все детали рассказать. Я просто предупреждаю завтра, то есть, соответственно, когда вы выложите, не знаю, когда это будет, в общем, в понедельник в 19.00 на канале Равкор будет стрим, где я уже более подробно, более детально всю эту историю буду рассказывать, как говорится, в лицах. Поэтому просто не хочу... Да, спойлер, спойлер, чтобы не было. ...вступать до собственного повествования, потому что там будут забавные и даже комичные детали, но я хочу приберечь немножко для Равкоровских слушателей и зрителей. Хорошо. Борис Юрьевич, а теперь немножко о серьезных вещах. Есть ли у вас... Серьезный, Борис. Ну, вы с таким, понимаете, с таким оптимизмом. Я накануне, буквально перед записью, сказал Борис Юрьевичу, это я вот сейчас зрителям говорю, что вашего оптимизма, Борис Юрьевич, хватит на полстраны, даже в таких условиях. Ну, знаете, мне из Амстердама коллега написала, что, ну, наверное, сейчас Борис Юрьевич развлекает своими веселыми историями всю камеру. Я говорю, а может быть, даже и всю тюрьму. Вот. Ну, в общем, да, отчасти так и было. Спасибо, Борис Юрьевич, действительно, за ваш оптимизм и несгибаемую волю. Борис Юрьевич, если вот так немножко порассуждать, если власть теперь не стесняется задерживать людей из научной среды, то есть получается, что пределов нет, сейчас могут и профессору, и безотносительно к их регалиям и заслугам. Я думаю, что нам не тестировали границы. Да, вот вообще, когда нету четкой правовой системы, работающей, то люди, находящиеся у власти, и не только у власти, а вообще люди, начинают тестировать границы. Вот до какой границы можем дойти. И мне кажется, что на мне тоже провели тест. То есть проверили, вот давайте-ка мы начнем теперь и академическую профессуру тоже сажать. Ну, пока на 10 суток. То есть, ну, не смертельно, ни зона, ни уголовный приговор. Да, давайте вот пока так проверим, что из этого получится. Ну, мне почему-то кажется, что получилось неважно у них, по крайней мере. Вот. Но в любом случае они определенную границу сдвинули. Они границу сдвинули, и вот, соответственно, мы должны сделать для себя выводы, что границы, ну, вообще ее, строго говоря, нет, она не демаркирована. Но такая эмоциональная или политическая граница проходит уже теперь немножко не там, где раньше. То есть, если раньше, например, брали людей на митингах, брали людей при наличии хоть каких-то, ну, не скажу нарушений, я вообще не считаю это нарушением, но каких-то более активных действий, ну, например, когда какие-то были конфликты с полицией, или хотя бы, хотя бы развернули какой-нибудь лозунг с каким-нибудь призывом, да, вот, то теперь, в общем, уже это не нужно, да, это совершенно необязательно. Ну, и так же, как и с иностранными агентами. Обратите внимание, как с иностранными агентами были, да. Сначала иностранными агентами были те, кто действительно получали какие-то средства из-за рубежа, занимаясь какой-то политической деятельностью. Ну, правда, другое дело, что при этом сами российские фонды активно этим же самым занимаются, ну, ладно. А потом иностранными агентами стали люди, которые не занимались политической деятельностью, но получали какие-то средства из-за рубежа, скажем, в рамках каких-то академических вещей. А потом иностранными агентами стали просто люди, которых назначают иностранными агентами, даже если они вообще никаких отношений за границей не имеют, и политической деятельностью тоже не занимаются, но просто какой-то чиновник решил назначить этого человека или эту организацию иностранным агентом. Точка. А дальше можно иностранным агентом назначить кого угодно, как угодно и без каких-либо оснований. Учитывая, что это делается, например, не судом, а Минюстом, понятно уже, что они прошли определенную границу. Границы уже нет. Я думаю, что в этом плане, конечно, общее настроение Верхов в том, что давайте будем больше давить, больше сажать, больше пугать. Другой вопрос, что тут тоже можно сорваться и сорвать резьбу. Но это пока, я думаю, они не поняли. Вот эта пятница на этой неделе, она была знаковая, потому что у нас один Нобелевский лауреат и 12 новых иностранных агентов. У нас каждую пятницу прибавляется, расширяется этот безумный список. Борис Ильич, в связи с тем, что Дмитрию Муратову присвоена Нобелевская премия, он награжден. Сможет ли это явиться ограничителем, о котором мы сейчас сказали? Может быть, новая газета и Дмитрий Муратов, и само внимание к этому оппозиционному изданию как-то остановить репрессивную машину, обозначить какие-то границы? Ну, во-первых, я всегда должен поздравить Дмитрия Муратова. Я не мог этого сделать, поскольку он находился просто за решеткой и не мог ему ни позвонить, ни написать. И сейчас я думаю, что у него и так телефон разрывается. Пользуюсь вот этим каналом, чтобы лишний раз сказать, что я Диму искренне поздравляю. Я думаю, что это очень хорошее подспорье в его работе. Но вот относительно вашего вопроса, скорее, я должен сказать, что-то не очень оптимистическое. То есть, понимаете, принципиальная разница, скажем, с Советским Союзом или даже с 90-ми годами, хотя с 90-ми там уже более сложные истории. Советский Союз действительно претендовал на какую-то реальную мировую роль. А Советскому Союзу была важна его репутация за рубежом. Репутация, как мы знаем, была в определенные периоды времени очень даже неважная. Но тем более советское руководство заботилось о том, чтобы ее не усугубить, не ухудшить. Ну, потому что в Советском Союзе были реальные международные амбиции. Причем эти амбиции предполагали, что нужно все-таки так или иначе влиять на международное общественное мнение. Опять же, потому что советские правители, как бы мы к ним ни относились, были достаточно компетентны и, как ни странно, достаточно амбициозны, чтобы понимать, что международное общественное мнение является важным фактором политики. Как международное, так и внутреннее. А сейчас российским властям глубоко наплевать и на внутреннее общественное мнение, и на международное общественное мнение. И более того, они вообще не понимают, что это такое. Самое страшное, как ни странно, как раз то, что у них вообще нет никаких международных амбиций. То есть, они могут сколько угодно говорить нам про противостояние с США, про борьбу с Западом, но это все даже уже не внутренняя пропаганда. Это просто одно из обоснований для отмывания денег, не более того. Если бы они реально боролись с теми же западными элитами, то они должны были бы как раз работать на международное общественное мнение, чтобы Россия выглядела лучше, чем Запад в глазах мира, ну и, кстати, в глазах самих же граждан западных стран. На этом глубоко наплевать, поэтому понятно, что никакой борьбы с Западом никто вести не собирается. И, повторяю, даже как внутренняя тема, это уже не работает. А поэтому, что там говорит Нобелевский комитет, что там говорят ученые, что там говорят артисты, что думают в Европе, что думают в России, это никого там не волнует. Более того, вообще есть твердая уверенность, что я немножко неправильно сформулировал здесь уже мысли, что думают, их не волнует. Никто думает, что. А вообще их не волнует любые мысли, любые мнения, любые, вообще-то говоря, факторы, кроме грубой силы и денег. Вот, так сказать, два фактора, которых волнует. Ну, понятно, что силы у них и, в общем, деньги тоже у них. Единственное, что тут их ограничивает, это, как они страны, их собственная коррумпированность и раздолбайство. Потому что, ну, понимаете, ну, давайте честно, нельзя в России построить нормальную, хорошую диктатуру, крепкую, потому что, ну, диктатура не строится на тотальном воровстве и тотальной некомпетентности. Можно испортить жизнь людям, как мы видим, но вот построить работающую диктатуру нельзя. Это, кстати говоря, очень хорошо Георгий Дерлюгян сказал, что институты для авторитарного или диктаторского режима не менее важны, чем для демократии, потому что они другие. В России никакие институты не работают, поэтому, в общем, говорить о диктатуре можно только в том смысле, что они бы хотели, но ничего не получается. У них вообще ничего не получается, у них и диктатура не получается. Но думать о том, что их как-то ограничит общественное мнение, нет, к сожалению, это не так. Борис Юрьевич, а как объяснить то, что Байден поздравил Муратова, а Путин нет? Ну, тем же, что, понимаете, опять же, в России никто не уважает институтов. Да и, в общем, процедурой. Байден же тоже поздравил Муратова не потому, что Байдену так важен Муратов. Хотя, может, в данном случае, конечно, в пику России, я понимаю, но тут на самом деле важно другое. Просто по процедуре лауреатов Нобелевской премии мира желательно поздравлять. Ну, понимаете, как людей поздравляют с днем рождения, с получением премии и так далее. Но я думаю, что эти люди не знают, что нужно, например, людей поздравлять других с праздниками, с достижениями и так далее. Ну, просто они же даже элементарной вежливостью уже не владеют, понимаете. Элементарный этикет бытовой уже нарушен. Если они не знают ничего про, не то чтобы права человека, вообще про какие бы то ни было права и про какие-то законы, но почему думают, что они знают этикеты? Я не уверен, что они вилку держат правильно, или ножку, или ложку. Ложку они держат правильно, да. А вот ложку не уверен. Продолжение следует...